Итак, дорогие друзья, начнем с комментария, а потом я хочу рассказать именно на вопрос, ответить, как выучить язык программирования эффективно. Не язык, а вообще начать писать абсолютно на любом языке, даже который вы не знаете. Ребят, когда я начинал изучать в 2009 году, я так не делал, потому что я этого не понимал, мне никто не сказал. Воспринимайте это как рекомендации. Если будете так делать, то будете писать. Вот вам пример. Я писал человеку письмо, сейчас я постараюсь очень медленно. Обращаю внимание на важные моменты, перечитать и где-то рассказать вам. В основном будете воспринимать на слух. В основном... Давайте сначала прочитаем письмо. Наш участник, да, уже чуть больше. Это в группу письмо. Пять месяцев назад, вы, может, не увидите, воспринимайте на слух. Пять месяцев назад я и Ubuntu установить не мог. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче и побыстрее, каждый по совету скинулся, и все, дело сделано. Программа обучения очень нравится, все круто, бери и делай в удобное время. Было недоумение, как учить два языка, но как-то взял и начал. Ощущения очень крутыми, слова меня опишешь. Каждый день что-то новое, еще появились планы на будущее, это круто. Если посмотреть назад пять месяцев, то разница очень огромная. Был одним человеком, начал вставать другим человеком. Просто пробуйте, все будет нормально. Или... Вот. То есть, я не беру, чтобы вы не думали, что вот только вот Бовсуновский. Да, вы можете любой язык изучать. Единственное, мне такая просьба. Кто считает, что это реклама, ребят, выключите видео и все. Сейчас я действительно хочу помочь. Вот человек пишет сначала с конца. Ведь какие-то два года назад я носил, ходил в фирменной футболочке, в розничных магазинах продавал телефоны. Просто он написал письмо, спасибо ему, москвич. Валерий Иванович, привет. Как ваше ничего, как дела? В вашей школе раньше был, потом самостоятельно изучал Джанго. Много воды утекло с того времени. Хотел вам сказать, что получил работу в банк, взяли разработчиком. Уже почти восемь месяцев работаю. Все нравится. Не хвалюсь. Просто хотел сказать спасибо за вашу работу. Мне очень помогли уроки, и я не пожалел, что учился. Для меня они были хорошим стартом для самостоятельного изучения в дальнейшем. А ведь какие-то два года назад носил, ходил в фирменной футболочке, в розничных магазинах продавал телефоны. На себе убедился, что при большом желании можно все, что угодно. Нет слова, невозможно. Желаю вам успехов в дальнейшей работе. Большое дело делайте. Ребят, а теперь давайте к делу. Вы знаете, я постоянно работаю над системой, да? У вас должна быть система. То есть, ваша цель просмотра этого видео. Первое. Вы смотрите это видео, во-первых, с ручкой и бумагой. По окончанию видео, ссылку на статью я тоже дам, вы должны составить. Рекомендую, должны, вы ничего не должны. Никому. Я рекомендую составить план. У вас в голове должно быть четкое понимание, как вы будете изучать язык. Давайте сначала прокрутим статью до конца. Итог. Что у вас должно получиться на выходе. Если будете следовать рекомендациям, то будете брать любой язык и писать сходу. Грубо говоря, давайте приведу фрагмент, почему это работает. Вот смотрите. Например, вы изучаете первый язык Python. Я буду пояснять. Ребят, вот тут маленький фрагмент пояснения. Много в школе встречаю. Абсолютно верно. Человек пишет. Начал изучать Java. Ничего не понял. Хотел бросить, потом перешел на Python. Первый язык Java, ребят, это самоубийство. Просто Java это программирование на классах. А для изучения Java надо, в принципе, изначально уже понимать классы. А вот Python чем хорош? А все, что есть в объектно-ориентированном программировании вообще, оно есть именно в Python. Больше, чем в Python, ООП нет ни в одном языке. Не раскрыто так. Конечно, если бы вы уже начали писать на Python, то потом к Java вы подошли бы очень просто. Есть в школе люди, допустим, Александр Ситушкин. Мы изучаем вроде Котли, но он говорит, бац, я опишу программу на Java. И в принципе, вот то, о чем будем говорить. Я знаю, что в Python есть строки. Но значит и в Java должны быть строки. Только там называется массив строк. Да какая разница, как называется. Главное, что он уже изначально понимал, что ему надо. Так, приведу форавен, почему это работает. Вот смотрите. Например, вы изучаете первый язык Python. Второй Котлин. Котлин, Котлин это простой Java. Сразу приведу пример. Ну, допустим, Котлин. И буду отвлекаться. Говорил, вы сидите с ручкой из бумаги, я уже не буду там под запись прямо. У вас должно сформироваться. Открываем о проекте, смотрим код. Справа код на Котлин, одна строчка. 40 строк на Java. Понятно, да? То есть, по сути дела, Котлин сделал всю эту работу, но за кулисами, как Python. Дальше важный. Но ведь Java вы будете понимать тоже. Да, изучая Котлин, все равно вы будете понимать Java. Это в том случае, ребята. Не говорите, что вам Java не нужен. Java все равно остается на первых позициях. Его хорошо бы понимать. Вот, допустим, почему я через 9 лет практически, я 9 лет, извините, буду отвлекаться. Я себя не мог сдвинуть в сторону Java. Не потому, что он мне не нравится. Потому что я понимал ограничения Java. То есть, мне нравится веб. На Java писать веб, это издевательство над собой. Но, возьмите Instagram. Морда написана на Java, а серверная часть на Django, на Python. Но Котлин решил эти все вопросы. Теперь все доступно в Котлин. И вам нужен, допустим, GC. Это другой язык, это не Java. JavaScript. То есть, что делает новичок? Новичок бы, скорее всего, начал изучать вообще JavaScript с нуля. Профессионал так бы не делал. Профессионалу, это, опять же, ребята, это пример. Профессионалу достаточно почитать. Допустим, работаем с функцией. Залезть в JavaScript. Ну, это на сайте Mozilla. Я сейчас не найду. MDN. Немножко не то. В общем, по сути дела, профессионал нашел, что функции, что является функцией в том же JavaScript. Если он бы прочитал, что это функции первого уровня. Все, ребята. Уже понятно, как писать. Не надо заморачиваться на том, а как составляется эта сама запись. Понятно, что это язык со статической типизацией. То есть, человеку было бы это все понятно, что это функция. Только, допустим, в Python он описал dev, здесь пишет function. Но достаточно было понять, что это функция первого уровня. Ага. И первый, если бы вы изучали ранее два языка, то вы бы уже знали, а что такое функция первого уровня. И вам бы стало совершенно понятно. То есть, об этом бы он говорит. Опытный программист что делает? Читает, что есть функции в GC. Когда читает, что функция первого уровня, ему уже понятно, как это работает. Все, ребят, важно. Все эти моменты вылазят именно при изучении нескольких языков. Понимаете? Это важный момент, ребята. Пока вы изучаете один язык, у вас не работает мозг так, как он устроен. Вот смотрите. Обратите внимание. Мы все сравниваем. Горячо, холодно. Или мы сравниваем, когда у нас, допустим, заходим, кушаем торт. А тот был лучше, тот хуже. А лучше купили, лучше, как в прошлый раз купить. Так вот, заметьте, когда вы начинаете сравнивать, это работает независимо от вас. Так вот это и есть естественное понимание. Мы потом вернемся уже к концу. Теперь давайте, я постараюсь письмо просто проговорить. Итак, обращение к Михаилу через Михаила, новый человек в Беларуси, человек с нуля. Сначала я ему написал. Здесь будет кое-что касаться школы. Михаил, смотрите. Вы заходите в кабинет и там видите крутящиеся значки. Ребят, в школе арки важно быть именно в школе. Я работаю сейчас тандовым дизайном, работаю, вот вообще начал наконец формировать себя. А как сделать в эту среду, написать, лучшего изучения языка. Но это не будет так быстро. Поэтому пока изучаем, как есть. То есть, есть крутящиеся значки. Именно они расположены в том порядке. Нажал, перешел к урокам. И не надо дурить себе голову. То есть, все вполне понятно. Просто, конечно, надо знать, где и откуда начать. И так далее, и так далее. Да, обратите внимание. Далее текст будет подчеркнутый. Ребят, ну, все важно, поэтому почти все подчеркнуто. Итак, смотрите. Я привожу примеры на начале. В школе много сайтов. Использую сайт именно Python. То есть, сначала вы можете учитесь в другой какой-то школе. Но ваша задача уловить смысл. То есть, по сути дела, первое, что надо, это человек начинает проходить уроки. Он ничего не знает о языке. Поэтому, конечно же, книгу читать, допустим, того же Лутца. Нет, ребят, ну, пожалуйста. Я согласен, я тоже читал. Но, в конце концов, большинство людей засыпает на книге. Лутц – это справочник. Он полезен для меня. Когда я четко понимаю язык, вот я открыл что-то там подсмотреть. Начать изучение Лутца, ну, это смотрите сами, как говорю. Но, как правило, большинство людей, которые в школе я видел, да, читали Лутца и, в принципе, применять не могут ничего. Почему? Потому что я и говорю сейчас об этой методике, на чем надо заострить внимание и что на чем строится. Поэтому сначала человек, грубо говоря, проходит уроки, вот как я и рекомендовал. Он проходит уроки. Вот тут важно, да, ребят, пошли уроки и пошли. На чем здесь важно обратить внимание? Ребят, слово «знакомство», видите? Это знакомство. То есть, на первом этапе не нужно от себя ждать, что будете писать, владеть языком. То есть, не надо себя этим расстраивать. Ни в коем случае у вас идет знакомство. Не надо думать, что отложится, ребят. Не надо повторять по сто раз, стараясь, а вдруг я запомню. Ребят, вот здесь я не дописал, но сейчас бы вы записали хорошую вещь. Запомните. Программист – это человек, который умеет пользоваться справкой. Ведь зачастую программисты пишут на многих языках. Вы что думаете, они все держат в голове? Просто понятно, если мне надо, допустим, строки, да, мне надо строки, или мне надо сейчас init, да, я точно понимаю, что мне надо init, да, то я просто набираю. Я, к примеру, я и так знаю, что такое init, да, я просто набираю. Но я почему это набираю? Потому что я знаю, что это мне надо. И вот теперь запишите себе важный момент. Этот навык надо развить. Он сам не будет. Сейчас, подождите. То есть, я знал, что это конструктор класса, как он используется, то есть, почитать для себя, если надо, да. И так весь язык. Но у нас получается несколько вещей. Вот смотрите. То есть, по сути дела, я много видео на эту тему пишу, и каждый раз стараюсь что-то уточнить. Первый этап – это знакомство. Знакомство. Ой. Меня рукает, что я столько времени. Ну, так вот я говорю, когда вот у меня вот чувствует, что я, есть что сказать, тогда я и говорю, да. И готовиться. Я подготовился, вот писал письмо. Знакомство. Теперь давайте вернемся к этому письму. Смотрите. На данном этапе именно знакомства. Видеоуроки вам не должны дать, что вы будете понимать язык. Вы будете понимать, пока вот делаете урок, понимаете. Закрыли урок, с утра проснулись, уже не помните. Правильно. Потому что это состояние надо развивать. Это то же самое, что вы, представьте, вам показали, ну, в общем, сами представьте, как думаете. Грубо говоря, в любом случае, вот, вот, сели вы первый раз за автомобиль с инструктором, да. Ну, представьте, а это, там, ваш папа, или, то есть, вы еще правила не изучали. С ним вы едете, он говорит, вот это делай, вот это, то есть, вы вроде делаете, но правил вы не знаете. Пока, да. То есть, все пересмысление придет с опытом. Так вот, будем говорить. Поэтому, первое дело, мы проделываем уроки. При этом, обратите внимание, ребят, вот, я всегда заостряю внимание, как правильно делать урок, что значит делать урок. То есть, сначала вы просто проделываете урок, как он есть. Потом, обязательно, и это многие пропускают. То есть, вы должны переписать урок, я рекомендую, вы не должны, я рекомендую, но со своими переменными все, все заменить, что есть возможность свое. Тогда придет немножко осознание. Переписать урок где-то два-три раза. К чему это? Во-первых, на этом этапе надо нарабатывать что? Надо нарабатывать то, чтобы вы начинали набирать код ручками. Это очень важно. Да, среды за нас все делают, как та же Пайчаром. Ввел первую букву, она все и написала. Но, набирать код ручками. То есть, начать. А вы, когда набираете, да, вы его переосознаете. Поэтому, задание домашнее делать таким образом, но не ждать, ребята, потому что многие расстраиваются. Вот человек говорит, я там за три месяца хочу выучить язык и уже пойти на работу. Ты хоть за день, ребят. Но вопрос, когда человек знает один язык и второй хочет выучить, или когда человек с нуля. Разные вещи. А остальные периоды. Ребят, ну не думайте, что эта профессия чем-то отличается от других профессий. В большинстве профессий, в принципе, люди учатся несколько лет. Единственное, что вот я показываю, что, по сути дела, через полгода вы сможете писать на двух языках. И смысл будет в чем? Не в том, что вы будете прямо профи, а в том, что вы сможете написать любую вещь, уже будете понимать, а как, а что, а где искать. То есть, сможете двигаться самостоятельно. То, что я писал, это и цель школы была Галанин, да? То есть, для него была школа стартом. Так это же, ребят, самое важное. Когда человек, и это цели школы. Вообще, если честно сказать, цели я не ставил научить. Я ставил цель поменьше, чтобы человек вообще не бросил язык, да? Я понимаю, что он вернется, и это я вижу по школе. Бывает, проходит год, а у нас же доступ пожизненный. И человек, а, вот я был начал, забыл сейчас имя одного из последних ребят, а потом что-то забросил. Год вот пришел учиться, вот зря забросил, да? Ну, это главное. А вообще, основная цель, чтобы человек поплыл сам. Итак, первый этап, как правило, когда вы проходите уроки, прошли уроки, вы не должны писать. Значит, для этого есть второй этап, который я рекомендую. Как прошли уроки на Pro365.net и дошли до функции. Обратите внимание, там в уроках все до классов, да? Но мы дошли до функции и сразу открываем вот этот документ. Здесь архиважно быть в школе и быть в группе. И важно, читаем весь документ и нажимаем, смотрим видео подряд и нажимаем все ссылки. Почему? Потому что вы попадете в группу именно. Здесь, на самом деле, целых семь страниц. Просто они не видны, видно. Ребят, вот это архиважный этап. Сейчас я поясню его суть. Здесь семь страниц вопросов. Именно вопросов. Начиная с самого простого. Вот про делу человек. Где я ставлю вопросы? Здесь мы даже писали первые программы про зоопарк. Но в чем суть? Вот сейчас важный момент. Здесь уже исходя из опыта, я собрал те вещи, которые наиболее часто используются в языке, и на которые я хочу обратить внимание человека. По принципу, смотрите. Открываем. Открываем. Дальше услышите тоже это, но открываем. Например, если в школе, в этих уроках человек, допустим, уже дошел до того же ООП, и мы там очень подробно разбирали метод Супер. А почему подробно? Потому что он везде используется. В графических приложениях. То, конечно же, когда он будет работать в Жанго, и надо его будет применять, он его будет применять легко. Если мы там очень четко разбирали и с учениками, которые боялись Арк-Кваркса, а потом с удовольствием начали ставить, просто четко понимают, что это, то здесь, видя, они, конечно же, в том же Жанго начинают с этим работать довольно просто. Смысл уловили, да? Что здесь важно? Я сказал, что этот документ, он не пробегается. Здесь все собрано последовательно. Но в чем смысл? Вы попадаете в группу, где уже люди проделали по наработке функций и многому другому. Сейчас классы, и сейчас мы изучаем уже очень подробно и метод с двумя нижними подчерками, это высший пилотаж в ООП. Но здесь есть маленький момент. Смотрите. Это у нас этап номер два. Сейчас поймете его суть. Просто каждый этап формирует свои качества. Второй этап это работа в группе, напишем, да? Ну, по сути дела, давайте основные качества отметим. Вот здесь у нас идет просмотр уроков. Ребят, я сейчас могу без зазрения совести, если раньше, да, у меня может быть не как у всех. У меня где-то сайты некрасивые. Ну, такой я человек. Но информация у меня классная. Может что-то не так, может я говорю где-то неправильно. Но, по крайней мере, я стараюсь помочь. У меня люди программируют. Вы можете пойти, вот как приходят люди, да, там, сходили на курс, но заплатили за три месяца. Нет, я не выгораживаю себя. Но ведь, во-первых, давайте разберемся. Я сделал почему пожизненный доступ? Потому что, понимаю, один человек может застрять на один день, на два дня. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Курсы закончились, и вас под жопу ногой. Все. Хотите, платите деньги. Как так научите? Чтобы писать, надо, чтобы у человека был постоянный доступ. Просмотр. Вторая. Работа в группе. А вот тут давайте заострять внимание. Смотрите. Работа в группе – это важный этап. Чем он характеризуется? Вот давайте, чтобы было понятно, я всегда рисую третий этап. Вот мы третий и четвертый. Да, сразу. Есть четыре этапа по моей системе, до которой я допер через девять лет. И проверил на реальных людях, которые начали писать на двух языках. Третий – это пишем приложение. И четвертый этап здесь – это два языка, по минимуму. Два языка. Ну, понятно, что четыре – это четвертый этап. Давайте я попробую сюда, лишь бы было видно. Я просто хочу пояснить, потому что я это увидел на практике, я это понимаю. Так. Работа в группе, да? Вот смотрите. Давайте сейчас, чтобы мне не сбиться с мысли. На первом этапе вы просто просматривайте. Это в школе видеоуроки. Здесь вы можете читать книгу. Здесь вы можете читать. Вот открой книгу и читайте. Того же лучше. Там просто будет перечисление. Делай то, то, то. Но в чем получается провал? Почему человек тормозит на этом этапе? И в принципе, человек говорит, вот я прочитал книгу, но не могу писать. Потому что есть такое понимание внимания. Вот смотрите, например, вы купили автомобиль. И я подхожу, ваш автомобиль, допустим, троит. Я говорю, послушай, Паша, допустим, да? Паш, слышишь, троит. Вот возьми сейчас. Поочередно сними на свечники. И до того момента, то есть, когда изменится звук работы автомобиля, то есть, не будет меняться. Мы снимем на свечник, то есть, свеча не работает. Он не будет менять. Значит, эта свеча плохая. Замени. Он заменяет, автомобиль работает нормально. К чему я это сказал? То есть, я обратил внимание человека на то, что нужно. В книге это не очень получается сделать. Это можно сделать только каким-то определенным образом. Ну, во-первых, для этого надо уже знать язык. Я его знаю, да? То есть, обратить внимание не просто на что-то, а вот то, что примерно я показывал, тот же супер, да? То есть, по сути дела, я почему в школе обратил? Или на те же функции. А как пишутся функции? А что в скобках? А что такое аргумент? А как функции используют другие функции? Это важные вещи, на которые надо не просто пройти, а обратить внимание человека. И... Вот, кстати, Миша написал. Почитаем. Ну, это мы научим сейчас. Сейчас я это все как раз и объясню. Так вот, смотрите. На что обратить внимание? То есть, мы должны обратить внимание, я обращаю ваше внимание, на важные вещи. По сути дела, когда вы просматриваете видео, вы еще не нарабатываете свой опыт. Потому что у вас не идет процесс пересмысления. Так вот, когда вы к урокам добавляете еще вот эти вот занятия отдельные, которые есть в школе, которые есть в школе, и здесь, допустим, в кабинете есть практика Python OOP. То есть, вот здесь идут ссылки на группу. То здесь вы к видеоурокам добавляете, вы лично ищите. Я четко ставлю вопросы. Вы уже познакомились и знаете, что такое функция, но вы уже решаете мини-задачи. Вот тогда на этом этапе у вас нарабатывается несколько вещей. Первое. Давайте посмотрим. Второй этап. То есть, в группе вы увидите, что я ставлю вопросы. Там есть ответы. Но очень рекомендую, начинайте использовать поиск и искать всю информацию по моим вопросам. самостоятельно, по-новому. Зачем это делать? Здесь мы нарабатываем несколько важных вещей. При поиске у вас начнет нарабатываться правильное понимание, что вам нужно. То есть, если, допустим, по функциям вы ищете, нашли, начинаете какой-то материал себе сохранять. Но у вас, в конце концов, начинает нарабатываться практика работы с гуглом, работы с вещами. И когда вы нашли по тем же функциям и проделали, вот тут приходит у вас осознание. Именно с этого момента начинается осознание языка. То есть, вот этот момент, да, смотрите, он очень важен. Потому что третий момент, это идет написание приложений. По сути дела, вы будете продолжать и второй этап, и третий этап параллельно. Получается, что когда вы углубляете именно чистый тот же Python, да, именно чистый Python, здесь мы напишем сам конек, вот тут происходит осознание языка. А здесь не вы лично, а здесь правильно было написать опыт. Именно уже ваш опыт. И осознание. То есть, по крайней мере, теперь вы начинаете понимать, а как работает функция, потому что вы ее по вопросу нашли, вы разбираетесь именно с этим фрагментом. А я задал такие вопросы в группе, то есть, все важное. То есть, что касается, я понимаю, что функции, допустим, они используются в классах, они используются отдельно, то есть, надо понимать вообще, как она работает, а не просто пройти. И, ну, это надо работать с языком. То есть, когда вы именно, если на первом этапе вы просто просматриваете уроки и проделываете, в втором этапе вы сами ищите по вопросам важным, да, которые уже поставлены, и осознаете. По сути дела, третий этап, он идет, только первый идет отдельно, а второй, третий, четвертый, они все идут как бы вместе. Ну, давайте дочитаем до конца, чтобы вы поняли. Ну, то есть, я дал фунты. То есть, я собрал те вопросы, которые наиболее важны. Именно мы пошли с функции, дошли до классов и так далее, и так далее, и так далее. По сути дела, где начинается именно осознание языка, но еще не переосмысление. Третий этап. Параллельно вы начинаете работать с реальной библиотекой. Это в школе Джанго, просто почему Джанго, я сейчас поясню. Но, по сути дела, вы можете работать абсолютно с любой библиотекой. Допустим, там, Кинтер, Пайкате, и так далее, и так далее. Просто веб, он самый сложный, и с него надо всегда начинать. Следующий момент. Ребят, подумайте. Сегодняшний день все приложения нуждаются либо в серверной части, то есть, не важно что, либо тот же блокчейн. Все равно надо писать в стиле, как веб, да? По крайней мере, эти знания вам помогут в будущем. Ведь, допустим, напоминаю тот же Инстаграм, на который весь мир. Серверная часть разработана на фреймворке Джанго, потому что людям нужен был четкая, понятная работа, которая, где были уже, ну, и по версии Яндекса, это один из мощнейших и лучших фреймворков. Это еще, они с ним работают с первой версии. Хотя вы можете работать с любой библиотекой. Так вот, теперь обратите внимание, что с этапа 3 начинается ваш путь как программиста. То есть, вы наконец-то начинаете узнавать, что ранее изучали в реальном коде. Ребят, это важный момент. На самом деле, именно с того момента, как вы начали писать приложение, начинается ваш путь программиста. Но не надо, значит, брать и быстрее писать приложение, не изучая язык. Тогда ничего хорошего не будет. Последовательность очень важна. По сути дела, я расскажу, как это было когда-то у меня. Как это произошло. У меня это было следующим образом. Я, когда начал изучать, сначала залез в джанго, но ничего не понял. Потому что я еще толком не изучил Python, и для меня, по сути дела, одинарная кавычка и было одинарной кавычкой, а не строкой, как это должно быть. Поэтому, в принципе, у меня он даже джанго и не заработал с первых шагов. Когда я изучил Python, я зашел, тогда тут были не списки, а кортежи, и вдруг я понял, боже мой, я наконец-то, я увидел типы данных. Я позвал жену, я был такой радостный, и я смог в файле прочитать, говорю, вот это список, а вот это строка, а вот это число, а вот это словарь. И мне было тогда настолько радостно, что я вижу и называю это типом данных, а не просто некой скобкой. Вот произошел тот момент, то есть, моя работа, которую я делал ранее, изучал язык, наконец-то, в живом приложении я это увидел. Но не зря я вас че что попрошу пересмотреть видео и обратить внимание на второй этап, потому что на самом деле там много собрано по функциям, по классам и много обращено в моментов, потому что знаний надо намного больше, а не просто. Я не зря особое внимание обратил на второй этап, то есть, просто просмотреть уроки, то изучение языка и его пересмотрение может затянуться на долгое время. Но если вы проделаете, как я описал выше второй этап, то убедитесь, что типа данные конструкции вы легко узнаете. То есть, вы начинаете реально понимать язык. Раньше в школе этого не было. В принципе, я и думал надо, не надо, я еще даже толком не понимал сейчас сказать. Но потом, ну я сейчас не буду рассказывать целую историю, как это началось именно с сайта Котлин, там совершенно другая методика. По сути дела, раньше было знакомство и пишем приложение. Но этап вот этого понимания самого языка видеть и понимать его, он как бы, человек должен был доходить сам. Но когда я понял, что если обратить внимание человека на важные вещи, благодаря вот этим вещам, да, группе вопросов, то он начинает узнавать все эти моменты, видеть их в Коде уже сразу, намного быстрее. То есть происходит то, что и должно происходить. Быстрое вхождение в язык, в реальный язык. Давайте дальше теперь прочитаем. Но останавливаться почивать на лаврах рано. Здесь в библиотеках вам предстоит преодолеть сложный момент описания языка и доков. То есть в языке и доках пишут правила, например, это я себе пометил, рассказать в видео. Смотрите, при описании языка никто не пишет. Вот вы, например, пишете сейчас приложение, которое будет извлекать комментарии. Но ведь в доках языка не будет написано вот так извлечь комментарии. Там будет написано примерно следующее. Данный там класс извлекает список. И вы уже на первом этапе это сложно понять. А вы соображаете, действительно. то есть мне комментарии, я их извлеку при помощи списка. То есть вот здесь идет маленький момент, очень важный, на который влияет, ребят, опять второй этап. И именно здесь, на втором этапе, идет наработка, понимание работы с объектами, с теми же списками, словарями, то есть более глубокая работа. И тогда вы начинаете наконец-таки понимать доки. видите, как все связано. Так, дальше. То есть насчет правил сказал. Теперь, дальше. При использовании реальной библиотеки делайте уроки, потом каждый урок переписывайте со своими переменными значениями, чтобы осознать. Например, недавно я сейчас уже давал, в данный момент просто говорю, например, я давал как писать социальную сеть на Джанго, да, и вот какой мой был замысел. Я уже даже изучаю, обучаю много лет Джанго, Джанго, да, но если мы посмотрим, допустим, урок 15, сейчас мы перейдем, написали представление на удаление задачи, урок 15, да, например, то мы увидим здесь два домашних задания, довольно больших, да, есть пояснение с видео, я к чему это говорю, вот здесь, допустим, я конкретно сказал, вот ребята, до 15 урока делайте, потом вам надо стоит написать, создать еще одно приложение параллельное, изменить только одно, изменить, я сказал ребятам, сейчас я это для примера говорю, пространство имен, то есть я четко понимаю, что путаница будет здесь в шаблонах, когда мы пишем ту же социальную сеть, и мы пишем в данном случае лайки как ВКонтакте, да, социальный стик ВКонтакте, то я понимаю уже где будут проблемы, и людям я рекомендую вот как сделать правильно, то есть с этого момента сейчас, во-первых, взять, второе создать приложение, то есть они весь материал пропишут, переосознают, второй момент, с этого момента вести два приложения, чтобы четко понимая разобраться в шаблонах, потому что на самом деле, когда пойдет там тот же АЯКС, то пойдут проблемы, а здесь нельзя допустить недопонимание, пример понятен, да, это просто пример, так, секунду, сейчас собрался с мыслями, сейчас немножко заострю внимание на одном моменте важно, смотрите, я не зря особое внимание обратил на этап два, то есть если просто просмотреть уроки, то изучение языка и его пересмысление может затянуться на долгое время, на схеме это выглядит так, то есть грубо говоря, по сути дела мы просмотрели уроки, но не стараемся заниматься с чистым пайтом отдельно, то есть а сразу пишем приложение, именно здесь первая проблема у новичка, лутс как таковой ничего не дает в данном случае, у человека должна быть своя наработка узнаваемости кода, мы еще не говорим об, ребят, смотрите, мы на данном этапе не говорим об осознанном использовании, как можно сказать, хотя я не люблю это слово, когда человек начинает думать кодом, да, разрешите я здесь немножко еще возражу, особенно это америкосы любят раздуть, учись мыслить как программист, да есть твой раз, любой человек, который составляет список в магазин, он уже программист, подумайте, составили список, прежде на самом, чем открыть дверь, у вас может поступать команда взяться за ручку, открыть дверь, дальше пошло if, else, то есть прочитали табличку, вам надо мясо, а здесь написано крупы, if, если крупа, то повернуться направо, идти искать мясо, то есть включаем пояс, каждый человек программист, ребята, не дурите вы голову себе, каждый человек, вы уже программист, если вы составляете список в магазин, и вас куда-то самостоятельно отправляют, ну это любого человека, даже ребенка отправляют, и он способен решать задачи, это просто программирование вашей задачи, научиться это просто писать в коде, как азбука, но не думать учиться как программист, другой момент, когда вы будете категориями программирования думать, это то, что я говорил выше, да, именно сейчас, сейчас я этот момент, видите, даже здесь надо обращать внимание, вот, это на третьем этапе, то есть здесь, вот я сейчас расскажу, и вы поймете, здесь в библиотеках вам предстоит преодолеть сложный момент описания языка и доков, то есть языки и доков пишут правила, ну вот, например, пример Жанга, да, допустим, я хочу излечь все записи, то есть, грубо говоря, вот смотрите, как это на практике, да, на практике я там зашел и нажал, допустим, на сайте новое читать, по сути дела у меня в данном моменте извлекается там 15 записей, да, 15 записей, в Жанга, в Жанга, это фреймворк, да, и здесь есть entry list, то есть извлечение list, это список, понятно, и называется она командой i, то есть, грубо говоря, что сказала Жанга, Жанга сказала, что это список, который излечет все, да, все записи, по сути дела, по сути дела, я, я говорю к примеру, да, что когда я знаю язык, я понимаю, что я бы поставил там допустим, допустим, к примеру, да, там база контент, чтоб вы понимали, да, объект, это я уже знаю джанга, поэтому я говорю, что я знаю, что есть программа объект, который умеет работать с объектами таблицы базы данных, ставлю аль, то есть, говорится о том, я для себя уже понимаю, что это извлечь все записи, да, все записи, у новичка здесь возникает проблема, потому что ему, он хочет, например, написать комментарии, но тут же не написано, а вот это извлечет комментарии, на самом деле здесь просто написано извлечь список, но ведь если подумать, а какая разница списку, что извлекать, комментарии, статьи, фотографии, вот, вот этот момент должно быть притерка, и он, в принципе, опять же, зависит от третьего и второго этапа, потому что на первом этапе, когда вы будете просто знакомиться с языком, вы про это не будете думать, вам документация непонятна, а вот если вы не пропустите первый этап, второй этап, а там мы работаем со списками, и вы начинаете доходить, и с третьим этапом с приложением, вы начинаете понимать, что в принципе список это много элементов, значит, если это список, это, я просто объясняю, вот как мыслить надо, да, то это значит, я могу излечь и комментарии, и фотографии, и так далее, и по сути дела, если я немножко знаю Python, то я пишу, допустим, там, излечь до второго элемента, это излечение по срезам, и меня вместо всех записей излечет всего лишь там две или три, я уже сейчас просто говорю, то есть уяснили, да, вот это важный момент, который идет при тирках документации, на самом деле это ничего общего нет с тем, что, как говорят, научись думать, это просто вы начинаете именно типами данных соображать, на самом деле это само придет со временем, если вы не пропустите второй этап, так, ну, вот это мы сейчас разбирали момент, теперь, при использовании реальной библиотеки делайте уроки, потом каждый урок переписыв своими переменными значениями, это я раньше, допустим, приводил вам примеры, показывал, как я ребятам рекомендую с определенного момента делать вот так вот домашнее задание, просто я к чему это говорю, да много ребят вообще не делают домашнее задание, прошли уроки, и я понимаю, что пока человек не начнет относиться, вот как я ему говорю, да, он не будет писать, он просто растягивает вот это изучение сам, почему, потому что хочется быстрее, ребят, это обманчиво, обманчиво, не будет быстрее, просто на самом деле, вот есть, отмерили себе год времени, чтобы стать на ноги в языке, просто занимайтесь каждый день, но не надо перепрыгивать, от перепрыгивания ничего не будет. Я пишу, то есть здесь каждая, ребят, каждое слово здесь написано вот этим опытом потери времени, поэтому здесь нету пустого, важно, делайте все домашние задания, понимание приходит именно с домашних заданий, и кстати, вот домашние задания предшествуют следующему этапу, в тот момент, когда вы написали приложение, и что-то хотите добавить, именно с этого момента появляются ваши личные замыслы, и здесь нужно время. Как я хочу пояснить эту строку? Вот смотрите, вы написали приложение, но сейчас мы пишем с вами, например, и опять возьму за пример, мы пишем ту же социальную сеть, и вот смотрите, вы написали одно приложение, как я рекомендую разеваться, второе там блок, а теперь попробуйте в социальную сеть встроить блок, это уже ваш замысел, и вот тут вы начинаете сталкиваться лично со своими ошибками, то есть вот тут идет процесс уже, вы уже программист, просто пока у вас маловато опыта, но вы уже воплощаете свой замысел, и вы не плохой, не хороший программист, вы программист, который просто нарабатывает опыт, и завтра станет очень хорошим программистом, если это будет делаться, то есть с момента, когда вы начинаете, грубо говоря, как это озвучить, в приложение, допустим, добавлять свои моменты, и начинается с вас настоящий программист, к чему это приведет, к чему меня привело, ну например, скачали библиотеку, переделали под себя, то есть идет нормальный процесс, где-то написали, где-то скачали, и так далее, по сути дела, наверное поняли, что третий этап мы только что рассмотрели, здесь идет какие моменты можно, то есть это реально есть программист, программист, вы действительно настоящий программист, и называйте, я ребят называю товарищи программисты, или господа программисты, здесь вы, важный момент, что доки обращаете внимание, вот я как показывал Джанго, Джанго понимать, здесь вы работаете с реальной библиотекой, то есть по сути дела начинается как я говорил все это с того, что вы вообще узнаете код, что это допустим написан список, а не просто скобочка, и потом уже начинаете разбираться в типах данных, которые описаны тоже в стиле Python, то извлекая список и так далее, и так далее, и здесь идет наработка, но если вы допустим опустите второй этап обучения, то по сути дела вот этот этап, реальное понимание, он может для вас растянуться, поэтому и было введено, что обратить особое внимание на чистый Python, на те моменты, которые используются в приложениях, функции, классы, как это передается, и так далее, и так далее, я надеюсь, вы меня услышали. Следующий момент, четвертый этап, архиважный и действительно прогрессивный, если вы хотите стать профи, вам нужно, еще рекомендую развить качество, ну, я пишу тут реально, я не знаю, как это назвать, наиболее правильно назову так, вам нужна первая осведомленность, что такое осведомленность, сейчас поясню, то есть, по сути дела, осведомленность, это и есть то, что включает себя в язык, любой язык, включает в себя язык, по сути дела, допустим, человеку, который знает Python, ему легко изучать, допустим, другой язык, да, но, есть маленький момент, включить изучение языка именно на первом этапе, почему, ребят, я уже предвижу то, что вы скажете, вы скажете примерно следующее, что, ой, тут бы разобраться в одном языке, и так далее, и так далее, тогда вы застрянете, и на том писать, и на другом, вы все равно придете к другому языку, все равно придете, пусть через больше лет, но в любом случае этапы, которые здесь написаны, вы все равно будете проходить, лучше их пройти в начале, тогда, и отсюда и рождаются ребята, которые пишут почему-то на двух языках в течение первых полгода, и так, первое, вам нужно наработать осведомленность о языках, понимаете, вот расскажу от себя, когда-то я начинал изучать Python, но функции и функции, Dev и Dev, и все, и я больше ничего о функциях не знал, я толком не понимал ни Arx, ни Quarks, я толком ничего не понимал, когда же пришло вот это подлинное понимание, когда я начал изучать там JavaScript и другие языки, просто я столкнулся с таким понятием, когда я помню, это было первый раз, я вдруг понял, изучая тот же GC, что оказывается там функция первого уровня, и тогда я наконец-то зарез в Python, а какие же здесь функции, а что здесь реализовано, то есть я понял для себя одно, что функции есть практически во всех языках, по крайней мере, которыми я пользуюсь, то, что они устроены одинаково, только по-разному записываются, это я тоже понял, и вот тут пошла та наработка, которая должна пойти, сравнение, мы выходим на сравнение, то есть, по сути дела, когда нам надо написать на языке программирования Kotlin, я рекомендую изучать язык с динамической типизацией и со статической, они прямо противоположны, допустим, один и второй язык, вот, Python и Kotlin, имеют типы данных, единственная разница в том, что в Kotlin эти типы данных надо прописывать, если, допустим, в Python мы поставили строку, да, допустим, всего лишь две, я к примеру говорю, две кавычки, это строка, Python уже считал, что это строка, в Kotlin нам придется указать конкретно, что это строка, то есть, прописать, но ведь, поверьте мне, в Python тоже, так же она называется, только внутри языка, стринг, так же строки называются, не по-другому, просто, когда мы изучаем язык с динамической типизацией, мы на это даже не обращаем внимания, и это сильно нас тормозит, но когда мы начинаем изучать, допустим, два разных языка, мы начинаем заострять внимание, ага, и там, и тут типы данных, и там, и тут функции, ребят, пусть вас не пугает, что это записывается по-разному, важно, что вы поймете, что у вас из сравнения, смотрите, из сравнения начнет расти, ребят, важно, где это слово, осведомленность, то есть, по сути дела, грубо говоря, вы начинаете понимать, а что вообще есть в языках, и вот эти ключевые понятия, изучая два языка, они у вас откладываются, инкапсуляция, классы, и там, функции, работа с типами объектов, типы объектов, и так далее, это общие понятия для всех языков, и действительно, когда, допустим, вы начинаете с два языка, вы же придете к трём, изучая Котлина, вы всё равно придёте к Java, и будете три знать, на трёх писать, потому что вступает сравнение, и мы вынуждены, ребята, сравнивать, заметьте, понаблюдайте за собой, вы даже, когда, допустим, были у гостях у одного, второго, ага, а там вам больше понравилось торт или что-то, да, то есть, это, естественно, наше состояние, но самое главное, при сравнении у нас чётко понимание и первого, и второго, горячо, холодно, мы чётко для себя составляем чёткое, ребята, чёткое, это важный момент сейчас, чёткое представление, что это, так это и есть запоминание, моменты понимания и запоминания, то есть, само запоминание, помните, я говорил вам на первом этапе, что не старайтесь всё запомнить, ваши дела ознакомятся, а вот на этом этапе вы уже запоминаете, осознаёте, но запоминаете не за счёт заучивания, а за счёт понимания, за счёт разницы, это начинает откладываться, просто здесь дело практики, архиважно, ребята, архиважный момент, который очень тормозит новичков, это переключение, абсолютно верно, что ребята думают, ой, я начну изучать Python, переключусь на Kotlin, вообще ничего не буду знать, это миф, ребят, понимаете, если вы хотите писать более-менее нормальные вещи и стать профессионалом, то вам придётся научиться переключаться, вы всё равно будете переключаться между приложениями, на самом деле, когда вы начинаете переключаться, вы начинаете вынужденно, вы вынуждены, ребят, я говорю, приобретать привычку правильно комментировать код, я не говорю это правильно в плане того, как это нужно, а в плане того, что вы начинаете его понимать, следующий момент, на самом деле, переключение на любой код не имеет никакого страха, ведь здесь же главное не в том, вы и так, вот я, допустим, открываю, у меня же много разных приложений, но я, допустим, себе нигде не записываю, где я остановился, почему, сейчас объясню, это опять же важный момент, ну хорошо, я открываю сайт Кодлин, да, я, мне достаточно просто запустить, и я понимаю, где остановился, почему я так уверен, и почему мне не страшно, потому что я понимаю, могу единственное дописать, что я хочу там дописать, но я умею работать с ошибками, вот почему люди боятся переключаться, потому что они боятся забывать ошибки, так вот, ребята, так это ж, если не пропускать второй и третий этап, то на самом деле, когда вы работаете второй и третий, начинаете с четвертой, то на самом деле, где бы вы не оставили приложение, но когда у вас есть понимание работы, как, ну, когда вы даете ошибку, то вами воспринимается ошибка не как там нечто страшное, а как благо, вы четко понимаете, что надо решать в данный момент, и поэтому совершенно не важно, на каком моменте вы остановились, при этом, как я сказал, вы будете вынуждены, по крайней мере, начать вырабатывать привычку комментирования кода, у вас это становится необходимостью, потому что вы раз вернетесь, а лучше я сделаю так, и у вас он начнет нарабатываться, вы начнете понимать свой код с полтыка, неважно, через сколько вы вернулись, через полгода, через год, например, со временем начинают вырабатываться такие вещи, многие, что, а как назвать пространство имен, а как назвать, то есть, как я говорил, куда бы вы ни посмотрели в код, вы должны понимать, где вы находитесь, все это придет, ребята. Так вот, и на самом деле, вот это переключение, оно вас будет пугать только первое время, если вы это будете практиковать, то у вас начинает включаться такая вещь, как сравнение, и вы, допустим, ну хорошо, переключусь я на функции Котлин, да какая разница, я просто уже знаю, как они пишутся, вот и все. Поэтому со временем это и не будет вас выбивать, вы ж не забывайте, сейчас проговорю важные моменты, вы ж не забывайте, что вы, как мы говорили, работаете в четыре этапа, а значит, посмотрите на схему, да, то есть у вас отдельно идет только первый этап, а второй, третий, четвертый, они идут как бы параллельно, вместе с тем, когда вы переключаетесь на разные языки, вы, во-первых, все больше накапливаете опыт с языком, вы работаете с реальным приложением, с реальными ошибками, то есть вас все это меньше пугает, просто здесь надо понять, что есть такой параметр, как время, надо просто взять и дальше работать, работать, и тогда оно приходит само, да, то есть, поняли, не боимся переключаться, глаза боятся, руки делают, давайте еще, то есть, то, что кажется новичку страшным, совсем не страшно, просто, если будете поступать по рекомендации, то у вас будет приобретено понимание, как работают языки однозначно, именно как работают языки, вы, в конце концов, поймете, только изучая два языка, и тогда у вас каждый язык будет откладываться более глубоко, и вы заметите, что на самом деле, пройдя язык один, второй, вы сможете себе легко в голове даже, четко уже соображать, что есть в том, что есть в этом языке, записывать, но у вас уже будет, помните, мы по этапам проходили, что и наработаны и комментарии, и поиск, то есть много привычек на самом деле здесь вложено, ну, конечно, как говорится, приходит это потом, теперь давайте ответим на вопросы, так как, в принципе, на основе этого парня писал, вот он пишет, это уже конкретно будет по школе, входящие, значит, вот это по школе, не могу понять, как пользоваться группой, значит, ребят, смотрите, когда вы переходите в школу, пожалуйста, зашли в школу, вот у вас есть либо деподдержка группа, и вы не смотрите, смотреть, как пользоваться, вот здесь есть прямо видео, на самом деле, ничего здесь страшного нету, пользоваться группой очень просто, внизу есть сообщение, посмотреть обсуждение на этой странице, перешли, все очень просто, нажали и ответили, все, все, больше ума не надо, всем приходит, следующий момент, люди боятся, что в группе все запутано, да ничего не запутано, на самом деле, группа, это самая удобная вещь, ни один форум с этим не сравнится, почему, вот смотрите, смотреть курсы, вот берем курс 15, я конкретно рубрика группы, каждую, прикрепляю конкретному курсу, то есть, человек будет обсуждать только эту тему, то есть, мы перешли к курсу, здесь конкретно есть, да, домашнее задание, домашнее задание сбросить группу, то есть, в данной рубрике группы будет говориться именно об этом, и так построена школа, то есть, по группе не надо болтаться, это на, при изучении сайта, здесь, есть рекомендация группы для новичков общая, вся остальная дальше школы конкретный раздел привязан к конкретной рубрике группы, где идет обсуждение, надеюсь, понятно новичкам, и это удобно, самое удобное то, что получается общение вся школа, всегда есть возможность, чтобы кто-то подсказал, это классно, от группы можно отписаться, это уже ваше дело, давайте почитаем, что дальше спросил, по воспроизводится видео, видео воспроизводится у всех, просто не все замечают, что я отправляю письмо, здесь есть конкретное письмо, которое человек получает после оплаты, есть HTML5 первые уроки на флэш, и каждому человеку отправляется такое письмо, важно, ранние уроки флэш, если не проигрывается, то надо просто настроить флэш, работают у всех, исправлялись все, я написал видео, на самом деле активировать флэш, иногда надо внести сайт, и все, и вот это видео, то есть и оно отправляется каждому человеку, что спросите, где это найти, новое читать, нет, это надо выйти из сайта, так, начни здесь, здесь есть рубрика совета и чава, есть не проигрываются уроки, то есть тоже найти, следующий момент, который спросил, вот видите, вроде все объясняешь, хотя все разбирают со временем, так, не могу понять, как пользоваться группой ответить, мне производится видео, тоже ответили, не понимаю, где брать домашние задания, домашние задания на pro365.net их нету, там идет ознакомление, а вот дальше на сайтах везде есть в большинстве домашние задания, которые называются домашние задания, и в группе оно, как правило, либо в группе, либо так оно формулируется, обязательно выполнить домашние задания в других плеер стал в своем курсе, только в этом видео сказал, допустим, оставил людям ошибку, да, что, и оставил, как решить, то есть, либо в самом уроке, либо в группе домашние задания, ссылка обязательно будет тогда присутствовать, так, это понятно, все, но все проблемы решены, настроить плеер, и начать, ребят, опять, для участников школы, приходят ребята, говорят, материала много, да, много, согласен, уже, наверное, ну, дофига, больше 15 суток видео во всей школе, ребят, зашли в кабинет, есть крутящиеся значки, вот они расположены именно в том порядке, которым я бы рекомендовал изучать, единственное, сейчас рекомендация, как я говорил в начале, вот вы прошли вот эти два раздела, Python с нуля, и еще Python, джанга еще не дотронулись, кстати, на джанга точно тоже есть конкретная рекомендация, кто внимательный, кто внимательный, если прочитать, то тут написано четко и конкретно, вот с этого момента вы можете начать изучать джанга, то есть, когда есть первое понимание тех же классов, единственное сейчас отличие, что я сказал, вот как только дошли до функций на этих уроках, то есть, вы дошли до функций, идете дальше, да, но уже открываете здесь на сайте практика Python OP, начинаете еще работать с этим разделом, это и будет этап два, а потом уже, ну, уже как решите, переходите к написанию приложений, и так далее, и так далее, надеюсь вам понятно будет, ребята, я постарался рассказать так, как это реально может работать для вас, то есть, по сути дела, в школе я получил реальные результаты, ребята начали писать на двух языках в первые полгода, ребята начали писать очень интересные вещи на классах, и теперь эти ребята, вдумайтесь, мы сегодня изучаем методы, магические методы Python OP с двумя нижним подчеркиванием, а большинство программистов до них вообще никогда не доходит, поэтому вот так, так, те, кто начал с этого видео, ребята, все, я что хотел рассказать, я рассказал, дальше уже вам практика подскажет, либо в группе, значит, в описании видео есть ссылки для тех, кто начал, это уже не для участников, будет, начинать надо с сайта spb-tut.ru, будет ссылка на сайт, обязательно вы почитаете, будет ссылка, как правильно звучать джанго, хотите стать программистом, далее, будет ссылка на сайт Kotlin, кто захочет изучать два языка, тут сложена немножко другая методика, и я много говорил, на сайте Kotlin, вы увидите по этой методике, в чем она отличается, давайте уже если уже рассказал если вы посмотрите курсы Kotlin, то они вам покажутся очень интересными, почему, сначала идет бац переменная, потом бах функции, бац класса, запутаться сложно, на самом деле, когда я себя спросил, а что я делаю, когда пишу программ, сайты, я пишу функции, я пишу методы в классах, грубо говоря, те же функции, и я начал обучение в пределах функции, то есть мы изучаем язык, но в пределах функции, в общем, это вас дополнит, вы просто сразу реально начинаете программировать, ну, и другие ссылки какие-то дам, все, ребят, смотрите, я не старался сделать эту рекламу, то есть я вам сказал, что это может быть и другая какая-то школа, навряд ли вы найдете человек, который так будет вот объяснять, потому что мне действительно хочется помочь, поэтому единственное, что я хотел вам донести, что просто там чтение книги ни к чему не ведет, вот мы рассмотрели, если вы послушаете, сейчас я к чему это проговариваю, чтобы сказать, вам дать домашнее задание, реально, у вас должно быть 4 этапа при изучении языка, по минимуму, пусть 3, кто-то не хочет 2 изучать, но это будет неправильно, значит, сейчас, и ссылка на этот, это пояснение тоже будет, значит, ребят, после просмотра видео, постарайтесь себе составить четкий план, чтобы вы у себя в голове понимали, как вы будете изучать язык, если вы будете понимать вот эти этапы, и что надо приступать, допустим, приложению, вы уже сможете, по моим словам, действительно себя ловить на мысли, а я понимаю, что здесь написано, я понимаю, что это, допустим, не то немножко взяли, что это список, то есть себя уже начнете контролировать, да, я действительно понимаю, я двигаюсь в правильном направлении, а я понимаю, как мы писали функцию, например, да, мы писали там функцию, а почему, что это такое за аргументы, почему они записываются, а потому что на втором этапе мы с вами уже проходили функцию, я понимал, да, что это надо, и так далее, и так далее, кроме того, что мы, допустим, пишем на джанго, но ведь сами принципы языка их никто не убирал, это второй этап, то есть, по сути дела, что я вам рекомендую сделать, составить свой план, как вы будете язык изучать, чтобы вы понимали, я буду изучать язык следующим образом, первое, второе, третье, четвертое, и погнали, да, будет что-то добавляться, что-то добавляться, но у вас будет система, ребята, система, всегда, вы четко будете понимать, что потянуть, что изменить, то есть, реально будете писать код, поэтому, кто-то думает, что, если кто-то решил, что изучение языка это уж ну такая тайна, да нет, все довольно просто и банально, надо время и каждый день по шагу, ну, а кому интересно, понравилась моя методика, Валерия Босновского, приходите в школу, ну, вот так вот, все, спасибо за доверие, все, все, ребята, получится. Спасибо.